Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. У нас начинается второй час. Елена Овчинникова, Владимир Сметанин в студии. По-прежнему в студии наш гость Валерий Турула, председатель комитета по экономическому развитию, промышленности, торговли и предпринимательству ЗАГСа Бранькиевской области. Уже по многим темам прошлись. Честно говорю, я дорвалась до Валерия Николаевича, потому что когда жила в Майами, у меня непосредственно к нему были вопросы. И огромное количество вопросов мы сегодня уже обсудили. И переходим к основному, на который, собственно говоря, и зазывали Валерия Николаевича. Точная застройка. Володь, мы опять телефон заживали. 708-502. Нет, пока еще не забыли. 708-502. Номер прямого эфира. Номер для смс 8909-720-101. На сайте хакирова.ру аудио-видео трансляции есть эфира. Есть там еще опрос, что нужно строить на стадионе трудовые резервы. Эту тему мы чуть позже обсудим. Но голосовать можно уже прямо сейчас. Ну что ж, давайте переходим к точной застройке. Не скрою. Почему мы, собственно, вас пригласили? Есть две позиции. Во-первых, вы можете осветить ту ситуацию, как проходило принятие. Вот были внесены предложения, изменения в закон, да? Но в первом чтении пока только приняешь. И второе. Самый основной для меня вопрос. А то, что вы приняли, то, что внесенные предложения. Вы знаете, вот мое глубокое убеждение, что это несколько фикция. Что к точечной застройке в Кирове не надо подходить узконаправленными путями. Исторические центры, а не исторические. Нужно принять совершенно жесткий закон. Касается ли он исторических мест застройки или просто точная застройка. Вот по тому месту, где захотел застройщик, понимает, что там квартиры будут дороги. Вот. Ваше мнение по этому поводу. Вот принято в первом чтении предложение. Понятно. Хорошо оно или нехорошо? В общем, я могу только одно сказать. Что сам факт того, что заострена проблема, и есть попытки найти хотя бы ее каким-то образом, не полностью, а частично урегулировать. Ведь как было? Приезжают к нам гости из других регионов, смотрят. О, говорят, судя по точной застройке, у вас коррупцигенный фактор. Абсолютно налицо. Абсолютно. Абсолютно налицо. Это один из признаков. Да, они сразу говорят, мы не хотим даже анализировать, у вас коррупция процветает, это у вас бабло там пилет по большому счету. Причем здесь мы даже не сомневаемся. Это просто никто не обращает на это внимания. Поэтому задача стояла о том, что поднять и заострить вопрос о том, что это есть. Вторая задача стояла найти хоть какие-то механизмы и повысить ответственность людей. Но мы не говорим, что сегодня чиновник там взятки берет за точную застройку, отмывает деньги, а может быть имеет свои аффилированные структуры, которые ставят там на строительство, экономят на инфраструктуре и так далее, и запирает двойную прибыль на том, что, по сути, он монополист в этом отношении. То мы говорили о том, что хотя бы есть такие люди, которые могли бы отвечать за эти вещи. И пришли к выводу, что... Должны быть люди. Хотя, в принципе, на мой взгляд, они достаточно четко уже определены законом. Да, вы правильно. Они определены, закон не работает. Подожди, подожди. Да, конечно, подожду. То есть мы делали упор на то, что, к сожалению или к счастью, в большинстве своем все же есть депутаты, которые способны взять на себя эту миссию и заострять, и контролировать. Но им необходимо ввести какие-то полномочия. Хотя по закону не отрицается, что я могу пойти там как депутат в любую комиссию, и меня обязаны принять. Но, а, я не информирован, где и когда комиссия, по каким вопросам идет. И, скажем, вот в последнее время я четко убеждаюсь, что меня, например, изолируют от ключевых каких-то совещаний правительства, потому что отлично понимают, что будут, ну, сущностные вопросы, на которые необходимо дать ответы. И потом только принимать решение. Изолируют или не приглашают? Я думаю, что, ну, не приглашают, это значит изолируют. Ну, скрывают информацию вообще. Да, ее ограничивают, эту информацию. Но в буквальном смысле на некие совещания мне приходится волевым методом вламываться, как медведь, в лавку, там, посудную лавку. Тогда уже слон. И видеть кислые лица присутствующих. Ну, конечно, конечно. И они так опять же так за кружкой предложили объяснить, опять не свезло, опять Турула придется. Я не говорю о том, что это Турула. Я говорю о другом, что мы попытались на муниципальных уровнях, а это комиссии, принимающие там порядок застройки, комиссии, они должны нормативно принимать. Мы не говорим о том, что по каждому дому мы будем принимать решения. Мы говорим о другом, что есть правила застройки. Они принимаются на муниципальном уровне с учетом особенностей архитектурных по стране и так далее и тому подобное. И вот мы попытались обозначить, что должны быть каналы, что если есть такие люди, которые готовы контролировать эти вещи, они имели такую возможность. А кто эти люди? Ну, в основном мы делали упор на депутатский корпус. Они же все же ответственны, они переизбираются, они ответственны перед людьми, они отчитываются перед людьми, но в крайнем случае должны отчитываться. Стоп, они отчитываются. Вы сказали, хорошо или плохо. Есть закон. А что закон? Закон вы же сами сказали в предыдущей части, как дышло. Все будет делаться по закону, но при этом строится. Вы что думаете, дома построены не по закону? Опять в нашей недавней, буквально неделю назад, в нашей программе, кто-то сказал, что чиновники все время находят, и ух, такие лазейки, раз и завернулись, значит, и все. И у меня возник вопрос, почему наши чиновники такие юркие, и такие вот специалисты по лазейкам, а в наших органах правоохранительных кто сидит? Слоны с носорогами? Тупые, ограниченные люди, которые не понимают, что чиновник раз в эту лазеечку, а он так сидит и лазеечки-то не видит, и не понимает, за каким лишним она появилась. Это же нонсенс, этого не может быть, они по определению не идиоты. Вот, смотрите, есть понятие умный и мудрый человек, да, чем отличается мудрый от умного? Ну, мудрый, мудрый, наверное, богатый. Нет, умный, нет, умный человек. Мудрого денег больше. Лазейку не заметил. Это тот человек, который сталкивается с проблемой, и её решает, знает, как её решить. А мудрый человек, он ведёт себя так, что... Берёт деньги и не видит этого проблемы. Нет, он ведёт таким образом, чтобы у него не возникало проблем. Следовательно... Я говорю, он берёт деньги и проблемы не видит. Очень мудрый. Да, совершенно правильно. Поэтому у нас сегодня у власти мудрые люди, которые лазейки используют, зачем пахать, если самый выгодный инструмент зарабатывания денег – это власть. Зачем пахать? Зачем тратить энергию? Ведь ленность, как двигатель прогресса, она предопределяет, всё надо делать для того, чтобы ничего не делать. Всё надо делать для того, чтобы ничего не делать. Поэтому создаются какие-то рамки приемлемые. И когда мы идеально принимаем закон, мы эти рамки какие-то показываем, но в то же время площадь-то она... Вот сколько вариантов тут использования ситуации. Я напомню, что у меня вопрос был о деятельности правоохранительных органов. Законы существуют, но не исполняются. Вы сами знаете, несколько лет назад был принят закон о запрете застройки исторического берега Вятки. Мы с вами сегодня в перерыве говорили, вот палаты вот эти... И вы обмолвили, что там кто-то там в администрации города понял, ага, а там же можно элитное жильё. Я вам сказала, какое элитное жильё? Существует закон о запрете. Это исторический берег Вятки. Там всё, там на выживание. Стоят деревянные дома. И их не будут сносить, не будут трогать людей, но будут вымораживать территорию и ничего нового... Это закон, он принят, за него голосовали. Однако строят и строят и строят, и будто не было закона. Это что? Вы всё правильно отмечаете, потому что вот даже в той рабочей группе, в которой я был по изменению вот этих вот состава этих и порядка работы вот этих рабочих комиссий по определению, где строить, чего строить, какие правила этой застройки и так далее, то было сопротивление неимоверное. А чего вы тут поднимаете вопрос? Это всё же нормально. Законы есть и так далее. Всё, чего тут начинайте баламутить народ-то? Но мы-то видим по факту-то, застройка-то идёт точечная, причём наглым образом. Я с этого начал сегодня говорить о приезжих, которые сразу... Даже не наглый, а наглейшая. Да, наглейшим образом. Абсолютно наглейшая. Поэтому вопрос-то стоял о том, чтобы заострить... Мы не ставили перед собой задачи принять какой-то окончательный вариант, но дать возможность, чтобы это обличалось, и дать возможность тем же правоохранительным органам работать в плане того, что подзаконные акты, которые принимаются, мы должны показать, что они вступают в противоречие с законным. А как это возможно? Это возможно только одним путём, когда та же самая комиссия примет на своём заседании решение, что этот подзаконный акт противоречит. Меня поражает, потрясает. Нет, сама ситуация. Я согласна. Комиссия из депутатов пришла, посмотрела. Ой, нарушение закона. Не из депутатов, а просто они туда. Она уже существует, эта комиссия. Существует. Он туда входит, он имеет право туда. Нет, подождите, подождите. Вот, допустим, пример. Во дворе моего дома построены две высотки. Значит, в первой высотке люди уже сидят на чемоданах, они уже заезжают, а там вспомнили люди. Ой, они канализацию не подключили. У меня вопрос. Извините, кто-то ведь подписал проект, в котором отсутствует канализация. Более того, кто-то дом принял, где нет канализации. И люди заселяются. И в конце концов врезались они к нам, несмотря на наше противостояние. И на первых этажах под давлением пошло дерьмо из унитаза. Как догадались? Как догадались? У нас теперь бабушка давления, законы физики. Нет, а мы апеллировали, говорили про законы физики. Представитель городской администрации стоял. Вот и тут приходит ваша депутатская группа и говорит, ой, ребята, вы тут это самое. Все неправильно. И чего? А вот дальше включаются правоохранительные органы. Да ладно. И чего? Да конечно. А почему они сразу-то не включились? Вот у меня и вопрос. Приходят депутаты и говорят, ой, правоохранительные органы. Что ты сделал заявление, что включится вектор на конструктивное решение этого вопроса, а не на поиск механизмов, объясняющих, почему это сделано правильно. Вот сегодня правоохранительные органы... Черт, очень понятно объяснили. А что непонятно? Очень понятно. Можно одними и теми же словами говорить, я готов решить, а можно одними... А мы в первой части об этом говорили, по НТО. Можно говорить все о том, а почему этого нельзя. То есть одни и те же слова, одни и те же люди, одно и то же поведение, только вектор направленности на решение либо конструктивное, либо деструктивное. Но все правильно, все по закону. Ведь мы же точно с вами понимаем... По какому закону? Есть закон о запрете строительства в исторической части города. А теперь вторая поправка. А теперь мы снова правим еще закон. А теперь вторая поправка. Почему эта первая поправка была там включена? Дальше для того, чтобы принимать решения, которые могли бы правоохранительные органы использовать, в том числе и прокуратура, как надзорный орган, нам необходимо было определиться, а что является критерием для того, что это есть зона историческая или нет зоны. А кто определяет эти зоны? А какие площади вокруг этого объекта должны включаться? А кто несет ответственность в конечном счете за нарушения и принятие решения по изменению этого зоны? Вот это были уже вторые поправки во второй закон о культурном цене. И вот здесь-то на дебыто встали и губернаторы, и все говорят, нет, мы этим занимаемся не умеем. Вы чего тут предлагаете? Мы вообще застопорим тогда вообще строительство. Мы говорим, да, мы застопорим строительство в исторической зоне. Да, мы застопорим. Да, мы будем. Но тогда и должна быть процедура, соответствующая нарушение. Если это исторический центр или исторический объект с его окружающей инфраструктурой, то в данном отношении должны соответствующие решения приниматься на уровне Минкультуры. А Минкультура, ну то есть реестры и так далее, а это тяжело это сделать, а тяжелее еще потом нарушить. А может быть вам тогда внести изменения в закон, который вот говорит об ответственности сотрудников полиции, прокуратуры и так далее, не принимающих должные действия, когда на лицо нарушение закона? Где они ходят? Где они бродят? Вот, понимаете? Вот смотрите, смотрите, пример Грузия. Вот, помните, было? Там совершенно четко было. Человек пишет, захватил территорию, строит дом, отправляется с заявлением в полицию. На заявление не реагирует, нет реакции. Так вот, тот человек, который написал заявление, значит, начну по порядку, тот человек, который на него не отреагировал, правоохранительные органы не отреагировали, они прямо с вещами, со службы, отправляются на нары. Ну, это замечательно, и вы правильно все показываете. И тогда, вы сами понимаете, никакой точной застройки не будет. То есть нужно искать корень зла, вернее, не создавать вот эти исторические запреты, вот эти вот рамки, да, которые юркий чиновник обязательно обойдет. Мы с вами тоже об этом сегодня 10 раз говорили, а нужно совершенно четко обозначить законом линию поведения правоохранительных органов. Если ты не работаешь, извини, ты не просто покидаешь там и идешь дальше работать в охранное агентство, потом благополучную пенсию получать, а идешь прямиком на нары, потому что ты не сделал, ты допустил нарушение закона. Но я боюсь, что это не совсем компетенция за собрание. Володя, вот вы мне сейчас говорите, но мы-то с вами находимся в динамике процессов и по Мурайгино, я же пилотный проект-то веду о восстановлении доверия к полиции в Мурайгино поселение. Ну, так сложилось исторически. Ведь это поведение мое, оно сочетается тем, что уже три начальника пункта полиции сняты в Мурайгино. То есть восстановить доверие к полиции очень-очень сложно оказывается. Валерий Николаевич. Тихо-тихо, я закончу мысль. Я закончу мысль. И, следовательно, мы-то должны не опускаться в идеальную среду, которую нам показывают, как в Грузии сделано. Это тоже такой вопрос, очень серьезный и так далее. А мы опускаемся в свою систему, в которой мы находимся. И когда мы говорим, вот это не делается, вот это не делается, вот это не делается, да, сволочь, он не делается. И вы правильно отметили. И при этом этот человек под видом того, что он снимается с должности, он отправляется на повышение. Он отправляется на повышение. Прошлый наш эфир, вот я вам про что говорю, как раз про Мурыгинскую историю, Мурыгинско-Юрьянскую. Значит, сотрудник Следственного комитета подделал протокол допроса Михаила Пленкина, где указал, что Пленкин дал признательные показания в совершенном преступлении. Короче, он похитил человека. Было доказано, что Пленкин никого не похищал и протокол поддельный, потому что этот следователь Пленкина даже в глаза не видел. И дома у него не бывал. Он не знает даже, где он живет. Он живет на промплощадке. У него комната и квартира. То есть абсолютно поддельно. И чем закончилось? Ничем. Этот господин и Следственного комитета продолжает успешно работать. И тут же параллельно сотрудница полиции составляет административный протокол на рабочего СПК Гороховский, где тоже пишет то, что не было. Она его не допрашивала, не опрашивала. И вы знаете, когда в отношении нее возбуждает уголовное дело, вы не поверите, кто допрашивал сотрудницу полиции. Догадайтесь одного раза. Ее допрашивал тот самый следователь Следственного комитета, который подделал протокол. Вы сами ответили на свой вопрос. Для того, чтобы сказать, что они чего-то нарушили и должны идти на нары, они должны быть нацелены на именно такую деятельность. И какие бы мы законы не принимали о ответственности правоохранительных органов, вы же сейчас сами сказали, что два, Следственный комитет и следователь, они ушли от ответственности, потому что сами внутри они доказали, что они невиновны. И поэтому доказать о том, что они не выполнили свои функции, практически мы с вами не сможем. Это надо тогда над полицией ставить еще одну полицию? Или как они там ввели себя? Они тоже договорятся. Вот! То есть получается, это вопрос-то в другом. Они договорятся, потому что, да, потому что мы уже знаем, что в этом другом. Но ведь есть же у них УСБ. В тех целевых установках, договорятся. Договорятся. В тех целевых установках, которые на сегодняшний день имеют те же силовики, те же административные органы. Они сегодня рассуждают несколько по-другому. Они говорят так, что ничего мы изменить не сможем, но быть у кормушки и не напиться, извините, это глупость неимоверная. Изменить мир мы не сможем. Следовательно, мы будем служить только тем, кто сегодня имеет все. А вот там все остальное, да пошли вы нафиг, ребята. Все равно мы ничего не изменим. Спасибо, не радостно. А что я могу еще сказать? Ничего, нет, в принципе, вы абсолютно правы, но все-таки есть некая надежда, что далеко не все. Я надеюсь, конечно, на Солодовника в определенной степени, но пока проколы за проколами идут. Что я еще могу сказать? Это точечные застройки. Валерий Николаевич, а там вот еще планировалось принять поправки в закон об административной ответственности, потом предложение вроде как это отклонили. А в чем суть-то там была? А об ответственности за что? Подождите, подождите, а вот смотрите, у меня идет генерация идей, то есть вот внести изменения в закон, касающийся деятельности полиции, не заметили, будь наказан. И не просто там на заслуженный отдых, а реально на лесоповал. Хорошо, вы мне доказали, это не проходит, с этим очень сложно. Почему невозможно принять такой закон? Убедились, точная застройка незаконна. Почему не могут снести? Хотя, может быть, вот... А у нас прецедент такой был. Мы же тогда на Маклина, если помните, Маклина Карла Липнихта, там уже фундаменты заложены были, и строительство шло, офисного здания там. Там общественность поднялась, да? Да, мы ее поднимали, она создавалась, судебный процесс состоялся, и в конечном счете мы доказали, что был поддельно кадастровый номер земельного участка, его не имели возможности, задним числом отчуждения сделали земли, оформили отдельным кадастром, доказали, что это подтасовка, и сначала арбитражный суд дал подтверждение, что да, есть нарушения, и на основе судебных решений о нарушениях арбитража суда в гражданском суде общей юрисдикции доказали о том, что неправомочные дела. Заложили они тогда... Не, хорошо, я понимаю. 8,5 миллионов, 8,5 миллионов... Вкопали в фундамент. Фундамент. Ну, этот фундамент зарыли. Зарыли. Коммуникации замерлили. Хорошо, а если снесут 15-ти этажку с грохотом и шумом, эффект будет совершенно другой. Ну, надо это и делать. Почему не делать? Только кто на баррикадах-то будет стоять? Опять Турула, да? Ну, вас еще призову. Кто будет на баррикадах? Потому что без вот этого режима нахождения на грани фола не обойтись в этой ситуации. Но есть же рычаги, есть. Они указаны. И можно все это решить. Но ведь есть человек, который все это разруливает. Или группа людей. Я понимаю, о чем я говорю. И прекрасно говорю, о чем... Вы говорите... Как-то вы правильную фразу сказали пару раз даже о том, что мы с вами будем жить, потому что мы в открытой эфире об этом все сказали. Мы уже высказали. Мы неинтересны. Мы уже неинтересны. Мы уже все сказали. Нас не за что убивать. Но при этом люди нас, окружающие, они не имеют инстинкта самосохранения и язык в одном месте держат. Понимаете, да? Ну, я понимаю, что... Что это общественно-социальная должна быть оценка. Не ваша, не моя. Должна быть оценка общественности. И должен инструмент именно этот работать. Давление на ту же самую прокуратуру. Простой пример вам. Вон точечная застройка на историческом месте, где дом пионеров, да, у нас, мемориал. Ну и чего? А ведь мы доказали. В конечном счете я благодарен губернатору. Он дал команду все же первичные документы выдать. И что мы там видим? То, что мы подозревали, мы там и увидели. От руки подделены документы, первичные документы подделаны от руки. Без всяких утверждений, согласований, исправленному верить. Формулировки распоряжения на строительство подведены под действие закона. Потому что реально были приняты формулировки, не подходящие под действие закона. Следовательно, стройка незаконна. Я вам докладываю, губернатор представил эти документы, дал через департамент этого строительства, и мы получили в конце концов эти документы. Вы понимаете, что происходит-то? Потом от руки на первичных документах исправлены формулировки в распоряжении, в нормативном документе подогнанные под действие закона. Закон определяет, что можно в таких объектах строить. Хорошо. У меня буквально две минуты остались. У нас звонок еще есть. У нас звонок есть? Давайте послушаем. Давайте примем. Алло. Валерий Николаевич, здравствуйте. Да, добрый день, Валерий Николаевич. Мне очень понравился ваш указ на то, что проблем намного шире, чем точная застройка. Потому что не соблюдаются наши законы, и полиция не имеет определенных вещей. Это мне чем-то напоминает Мандевилля, 1705 год. Я, конечно, пожелаю. Она сидела под речи на месте, дабы друг другу не давать, чрезмерно много воровать. Да. Они друг друга наблюдали и вскоре вместе плутовали. Да. Ну все, нет, вы понимаете, там-то люди разумные. А тут-то решили понаблюдать и тырить вместе. Вот в чем разница. Нет, там тоже. Здесь-то тырят вместе. Так нет. Они друг друга наблюдают и вскоре вместе плутовали. Во, плутовали. А мне не лишь один сидел, когда нравственность восстановилась, когда, значит, так сказать, боги лишили пороков, жителей этого, так сказать, населения. Это басня о пчелах Мандевилля. Вот. И мне хотелось бы вас поздравить сегодня сто лет, со дня, так сказать, начала не только Первой мировой, но и царского указа, который запретил... Ну, поздравлять с началом Первой мировой, как-то, наверное, не совсем. Это было большое событие, так? Вот. А, значит, спустя пять лет Ульянов продлил действие этого, так сказать, указа, так, в виде соответствующего декрета. Так что и большевикам, так сказать, и меньшевикам крайне интересно было бы это событие, так сказать, вспомнить. Ясно. Спасибо. 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 И вот смотрите... Если уж быть точным, то сегодня Россия в Первую мировую войну включилась, а так-то 28 июля считается началом. Вот смотрите, в оставшееся время я все-таки вернусь к первому вопросу и поставлю его уже более жестко. Господин Турула, а как вы считаете, вот эти внесенные поправки и так далее, они будут работать? Или, извините, вот есть такая поговорка, как в воду вот эта самая... Да, давайте сначала будем говорить о том, будут ли они приняты. Вот. Вот это вот с этого надо. Муравейник зашевелился капитально. Муравейник зашевелился капитально. И, конечно, если вы обратили внимание, первая реакция уже на городской думе была принята. Конечно, мы обратили внимание. Обратили внимание, да? Поэтому шум, конечно, пошел, и понимающие люди, они отлично сориентировались, и даже вектора определенно изменены. Я так думаю, что не все так просто пройдет и со строительством той восьмиэтажки на углу Ленина и филармонии. И здесь Юра Шлемензон здесь присутствовал, и у меня сразу... Юр, я тебя уважаю, конечно, но ангажированность напрямую такую уж показывать не надо. Как хорошо я это... Потому что когда я начну следить, а кто за этим стоит, то вы где-то там рядом находитесь. Поэтому надо быть объективными и принципиальными людьми. Хорошо, что я об этом не сказала. Меня бы опять где-нибудь... Юру я уважаю, и мы с ним созванивались. Но по уровню ангажированности вы сразу же понимаете, кто стоит за этим строительством. Конечно, конечно. Я знаю это официально, но, допустим, догадаться... Нет, ну я просто... Вот, и почему спрашиваю, извините, кто стоит за строительством этого дома? У него таких разрешений целый километр, большая пачка. Он позволит вот это пропустить? Куда он со своими бумажками пойдет? Но я в любом случае на что рассчитываю и надеюсь? По туалетам? Что все же мы вывели этот процесс из кулуарных разговоров, где идет купля-продажа мнений, да? Мы вывели все же на общественную площадку, которую уже остановить или заангажировать, куда-то опустить не удастся. Галерий Николаевич, ну строится ведь. Нет, я понимаю, но мы-то должны быть логичны. Мы сегодня находимся в той конъюнтуре, в которой находимся. И для того, чтобы ее изменить, мы должны изменения, хотя бы вот эти элементарные изменения, внести в законодательство. Как только мы внесем, тогда мы будем иметь какое-то оружие для того, чтобы дальше двигаться. Вы пока соображаете, ко второму чтению они поднимут 4 этажа. Когда вы примете, они поднимут все 8 этажей. Сейчас дом строится год. И все, и что, вы придете сказать? Нет, но я так понял, что там до 4 этажей уже ограничила Городская дума. Она уже с 8 до 4 ограничила. Я это читал, документы. Поэтому здесь я думаю, что... Я даже читала документы, где одноэтажные офисы, башни. Они там оговорились. Одесский сад, получается, свечка. А существует, говорят, возможность все равно до 8. Там оговорка есть. Ну, можно этажи по 10 метров в высоту сделать. Да, 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 да. И у вас там вторые этажи сделаны в апреле. Ну, логично. Вообще-то вы молодец. Нет, вот почему играете? Креатив, Володя, креатив. Может, вам чиновники, Володя, будете перманентно подсказывать? И сыны не будет вашим? Не задумывался на это всем. Да, да, да. Ну, вот, то есть, давайте подведем итога. То есть, в внесении предложений есть рациональное зерно. Есть хорошие позиции, грамотные и так далее. Но при существующем положении вещей, при существующем отношении чиновников к происходящему, при их очень маленьких зарплатах и премиальных, получаемых за разрешение точечной застройки, я так думаю, что все эти движения на данном этапе пока фикция. Правильно вы говорите. Потому что стремление к получению прибыли, оно дает возможность нам поиграть в демократию. Но будет так, как будет. Будет так, чтобы получать максимальное время. Вот, а если бы люди занесли депутатам такое же количество денег, как за разрешение, незаконное разрешение точечной застройки, депутаты там рвали бы на свастику одно место, и по-другому бы шли дебаты с другой пеной в рта. Ты, Лена, интересный момент сейчас затронула. Помнишь, как меня костили, когда пробивал я ставки для освобожденных депутатов. И все критиковали полгода, говорят, Турова для себя деньги там пробивает и так далее. Все получили ставки, кроме Турова. Это так, чтобы мы в деле. Но чего-то я особо изменений в лучшую сторону-то не увидел. Как говорил мой давнишний приятель, он говорил печально, не ту страну назвали Гондурасом. Ну что ж, на этом мы уходим. На полушуточные ночи. Да, на полушуточные ночи. У нас просто, да, еще небольшая тема, которую мы анонсировали. Не уходим, на перерыв мы уходим. Мы уходим на перерыв, да. Мы с Валерием Николаевичем прощаемся. Спасибо большое. Но я надеюсь, что мы с вами встретимся через неделю. И у нас будет очень жесткий вопрос, очень жесткая тема. Мы уже заручились согласием. Мы назначили нашу встречу на 11 число. Ну что ж, всем спасибо, Валерий Николаевич. Спасибо. Валерий Николаевич, спасибо, да, мы еще не прощаемся, вернемся через пару минут. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Остается у нас чуть менее 10 минут. Мы хотели бы посвятить это время обсуждению еще одной темы. Точнее, получение информации, да, на каком этапе сейчас находится. Стадион «Трудовые резервы», который пытается отбить у Кирова. Пермская фирма, которая называется «Юность Вятки». Вот, да, нам показывает уже, что у нас на связи есть... Янч Батарев, юрист, который занимается этим вопросом. Да, я напомню, что на сайте у нас и на странице ВКонтакте есть опрос, приуроченный к этой теме. Как вы думаете, на стадионе «Трудовые резервы» что нужно построить? Голосуйте. Уже минут через 8 результаты этого голосования подведем. Ну что ж, Ян Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте, Лена. Добрый день. Да, напомните нам, пожалуйста, вкратце историю, потому что, насколько я помню, «Юность Вятки», по-моему, не оставляет своих попыток отобрать у города Кирова стадион «Трудовые резервы». Года так уже три, наверное, если не больше. Ох, Лена, нет. Это гораздо более древняя история. Так. Она началась где-то на закате еще 90-х годов, когда только-только умерло всесоюзное спортивное общество «Трудовые резервы». Как-то так получилось, что все имущество вот этой спортивной организации перекочевало в частные руки разного рода фирм, фирмочек-фирмушек. И как одна из них была создана фирма «Юность Вятки», зарегистрированная в городе Кирове, но находящаяся, факт, в Перми, которая чудесным образом получила государственное свидетельство о регистрации права на сооружение стадиона «Трудовые резервы». И после этого начала активно бороться за приватизацию земельного участка. Она бомбардировала администрацию города требованиями, судебными исками, настаивала на передаче безвозмездно в собственные сирмы вот этого полутора-гектарного участка в самом центре города. Вы знаете, Ян Евгеньевич, я вас прерву и вернусь буквально на секунду к предыдущей теме о точечной застройке, особенно то, что касается в исторической части города. О том, что стадион «Трудовые резервы» находится в исторической части города, по-моему, не надо никаких реестров, границ и так далее. Это историческая часть города, это Успенский собор. Ежу понятно, что называется. Правильно, Володь, даже ежу понятно. И вот если бы этот закон, который у нас принят, принят уже давно и должен бы работать, был хоть в каком-то сознании у городских чиновников, что это историческая часть города, а юность святки не скрывала, что вместо этого стадиона возникнут частные коттеджи, элитная застройка, по-моему, вопрос был бы решен еще на этапе обращения. Но, к сожалению, вот вам, пожалуйста, откровенный пример неработающего закона. Почему я об этом заговорила? Потому что первый суд закончился тем, что стадион «Трудовые резервы» судебным решением был передан юности вятки. Потом начались дальнейшие судебные процессы, решение было опротестовано. Правильно? Да, было отменено в апелляционном суде. Лена, я, извините, чуть-чуть вас поправлю. Вот как раз последний суд, который закончился позавчера, когда суд принял решение об аннулировании свидетельства государственной регистрации, постановив о том, что это все-таки муниципальная собственность, он был как раз инициирован администрацией города, и за это им отдельное большое спасибо. Нам, конечно, пришлось очень сильно бороться с тем, чтобы у наших чиновников проявился интерес. Но без них мы вряд ли бы здесь сумели что-то сделать. Ян Евгеньевич, я вам к чему это сказала? К тому, что все течет и все изменяется. И шумиха подобного толка никому из городских чиновников сейчас на руку не пойдет. Вы это прекрасно понимаете. А первичное решение, когда, извините, пермики за разрушенный туалет, за что развалившиеся трибуны и кирпичную стену получили в пользование полтора гектара, суд почему-то вполне взял и отдал. И именно, вы же сказали, что им принадлежал, вот эти юности-вятки принадлежат, как права собственности, да, не на землю, а на то, что построено. Причем построено 150 лет назад и развалилось уже благополучно, превратившись в право. Мы доказали о том, что де-факто в настоящий момент большинство строений, которые когда-то в 60-х годах были на этом участке, сейчас уже просто нет. Да, да. И, Олена, с вами согласен абсолютно, что без вот этой шумихи, без привлечения интереса общественности с помощью средств массовой информации, без вас никого бы не получилось. Я тоже думаю, что этот, мы бы уже получили там элитные коттеджи, цена земли там в этом микрорайоне зашкаливает, там она идет в счет на миллионы долларов, насколько я понимаю. Там очень дорогая земля, вы представляете? Я на участок оценивался в 6-8 миллионов. Долларов? Ну, не рублей, да. Вот, ну я думаю, что это такая, знаете, стартовая цена, а дальше... У термяков месяц для того, чтобы либо подавать жалобу, либо нет. Я думаю, что мы удержим это решение и в вышестоящих судах. Подождите, а если уже все, земля уже четко определено, это муниципальная собственность? Лена, это решение суда первой инстанции. Оно может быть обжаловано в течение месяца. А то есть это Павнов открывшимся обстоятельствам опять первая инстанция, да? Нет, нет, нет. А что там? Просто смотрите. В порядке жалобы на решение. Там было 120 судов. Да, арбитражный суд аннулировал свидетельство о праве собственности юности Вятки. Сказал, что это муниципальная земля. Соответственно, у термяков есть месяц для того, чтобы написать апелляционную жалобу. Если такая жалоба будет, мы будем рассматривать это решение, его законность уже в суде апелляционной инстанции у нас же на Хуновской. И уже его решение, я думаю, поставить большую, жирную и твердую точку в этом деле. Ну, смотрите. Ну, да это бог, конечно. Да это бог, но просто мы знаем промежуточные решения, которые, казалось, уже поставили точку. И мы говорили, слава богу, все. И стадион уже наш, и дети играют бесплатно. Там сколько? Там тысячи детишек ходят, да? Вот. И снова опять за рыбу деньги. И, видимо, они какие-то лазейки ищут и что-то снова и снова. Это просто постепенно делается. На предыдущем решении суда в прошлом году мы указали на неправомерность требований. Суд подтвердил, что требования пермяков неправомерны. Сейчас мы уже фактически признали, что никакого права собственности, никакой бумаги, никакого документа, никакого признания стороны государства нет и быть не может, что это муниципальная собственность. То есть сейчас мы атакуем, а не пермяки. А, то есть они могут со своими бумажками пойти погулять. Ну вот туда, туда ровно. Ян Евгеньевич, спасибо. Спасибо. Очень, да, очень интересные вещи вы нам рассказали, потому что действительно появляется такая, знаете, уверенность и гордость за то, что вот есть юристы, которые, я так понимаю, что вы безвозмездно делаете эту работу, сохраняя эту землю за городом, не отдавая ее пермским строителям элитного жилья. Ну и успехов вам, конечно. Ян Евгеньевич, спасибо большое. Спасибо. Давайте итоги опроса быстро подведем. Да, мы напоминаем, что у нас был юрист Чеботарев Ян Евгеньевич в эфире, который рассказал о трудовых резервах. И да, что-то... Да, и так, по мнению наших слушателей и пользователей наших интернет-ресурсов, на стадионе трудовые резервы нужно построить, на странице ВКонтакте у нас лидирует вариант ответа, спорткомплекс для всех жителей города. Города, 50%. На втором месте зону для отдыха и прогулок, на третьем спортивные объекты для детей. Ну, все как-то примерно одинаково, да? Ну, то есть людям должна служить эта территория. Людям должна служить эта территория. Потом, вы знаете, я знаю людей, которые живут в этом районе, и знаю, какое впечатление на этих людей производит колокольный звон. Вот утренняя, вечерняя служба. Они прямо, знаете, вот такой внутренний, душевный, совершенно потрясающий восторг они испытывают. Я думаю, что там земля-то не просто дорогая, да, вот в материальном смысле. Она моленная еще. Она ведь, знаете, и там святые источники, и все. И передать под элитное жилье, я понимаю, что это будет безумно дорого, да? Представляете, олигарх утром просыпается, и вместо того, чтобы, да, осознание там количества грехов... Пусть даже верующий олигарх. Верующий олигарх. Они все, в конце концов, к этому приходят. Вот. И он просыпается под колокольный звон, и он понимает, что это с него снимает счастье. Человеку делается, наверное, легче. За это, наверное, тоже стоит заплатить. Возможно. Как одна из идей. Ну что ж... Ну что, прощаемся мы. Елена Овчинникова, Владимир Сметанин. Сегодня пятница. Хороших всем выходных. И мы до понедельника. ВДВшников с праздником завтрашним, кстати. Ребята, не гуляйте очень сильно. Гуляйте аккуратно. Аккуратно. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова